В этом видео на Моголь ТВ вы сможете проверить свой интеллект. Вас ждет 10 необычных загадок и головоломок. На решение каждой загадки у вас будет 15 секунд, но если понадобится больше, то не стесняйтесь ставить видео на паузу. Номер 1. Отважный рыцарь попал в плен к злому королю. В помещении, где находится рыцарь, есть три двери и маленькое окно. Рыцарь не может сбежать через окно, так как оно слишком узкое. Злой король очень любил головоломки и поэтому предложил рыцарю сделку. Только одна из трех дверей выведет на свободу. За всеми остальными просто каменная стена. Рыцарь может открыть только одну дверь. Как поступить рыцарю? Каким образом ему выбрать правильную дверь? Для решения этой загадки нужно применить находчивость. Сначала рыцарю нужно открыть окно. Из-за этого в помещении образуется сквозняк. Воздух будет проходить в щели двери, за которой путь на свободу. Таким образом рыцарь сможет спастись. Номер два. Посмотрите внимательно на картинку и ответьте, что здесь не так. Свой вариант ответа сразу напишите в комментариях. Как вы могли заметить, на этой картинке все играют в баскетбол. Только вот вместо баскетбольного мяча на площадке мяч для игры в футбол. Ставьте лайк, если заметили. Номер три. Детективная загадка. На одном из складов произошло ограбление. Полиция, прибывшая на место преступления, допросила охранника. Охранник заявил, что он пил воду со льдом и смотрел футбольный матч. В этот момент в здание вломились двое мужчин и сильно его ударили. Он потерял сознание. Когда охранник очнулся, то обнаружил, что произошло ограбление. Он ничего не трогал и сразу вызвал полицию. Когда это произошло, спросил его детектив. Около часа назад, заявил охранник. Детектив быстро понял, что охранник лжет. Как же он это установил? Охранник заявил, что ограбление произошло около часа назад, когда он пил воду со льдом. Однако лед в его стакане до сих пор не растаял. При этом он сказал, что до приезда полиции ничего не трогал. Следовательно, он лжет. Номер 4. И еще одна детективная загадка. Анонимный источник сообщил полиции, что в доме на окраине города похититель держит свою жертву. Полицейские приехали на место и обнаружили там двух людей. Оба были прикованы наручниками к стене. Каждый из них утверждал, что именно его похитили, а второй человек и есть похититель. Полицейские взяли отпечатки пальцев у обоих мужчин. Также эксперты обнаружили отпечатки пальцев в разных частях комнаты. Оцените ситуацию и скажите, кто из двух мужчин похититель, а кто жертва. Подключив логику, вы без труда сможете решить эту головоломку. На двери были обнаружены отпечатки только одного из мужчин. Если он выходил из комнаты, значит он похититель. Так как тот, кого действительно похитили, был все время прикован наручниками к стене и не мог дотянуться до двери. Номер 5. Задание на внимательность. Найдите на картинке 5 отличий. Субтитры сделал DimaTorzok Номер 6. Джон сидел у себя в загадке. Выглянув в окно, он заметил на улице странно идущих людей. Присмотревшись, он понял, что это зомби. Внезапно послышался звук битого стекла, и через одно из окон в доме Джека стали проникать зомби. У Джека в доме есть только три вещи, которые могут помочь в борьбе с ходячими. На кухне есть нож. В подвале ружье деда, из которого Джек никогда не стрелял. А в прихожей бейсбольная бита. Так как зомби уже начали проникать в дом, у Джека есть время только на то, чтобы взять одно из орудий. Что именно взять Джеку? Давайте рассуждать логически. Кухонный нож слишком маленький для того, чтобы бороться с зомби. Ружье в подвале принадлежит деду Джека. Сам он из него никогда не стрелял. А это значит, что в критический момент он может запросто промахнуться. Плюс к этому постоянно нужно искать патроны. Ружье не самый надежный вариант в данном случае. Бейсбольная бита лучше из вариантов. Так как не требует особых навыков владения и действует безотказно. Номер 7. Джека похитили. Преступники хотят потребовать у родственников крупную сумму денег за освобождение. Похитители заперли Джека в небольшом доме за городом и уехали. Джеку удалось подслушать разговор похитителей и узнать, что запасной ключ от дверей спрятан под обшивкой дивана. Он попробовал порвать обшивку руками, но она оказалась очень крепкой. Помогите Джеку, как достать ключ и выбраться на свободу. Если вы были внимательны, то заметили, что похитители оставили Джеку стакан с водой. Ему нужно разбить этот стакан и с помощью одного из осколков порвать обшивку дивана. Так он сможет сбежать. Номер 8. Это довольно старая, но очень интересная загадка. У фермера есть волк, заяц и мешок с капустой. Ему нужно переправить всех и в том числе себя на другой берег реки. Но плод не сможет выдержать вес более чем двух предметов одновременно. При этом, если оставить без надзора животных, то волк сможет съесть зайца, а заяц – капусту. Каким образом фермеру перевести все, что у него есть, на другой берег, при том, что вернуться на тот берег, где он находится сейчас, он может только три раза. Если вы достаточно применили свою логику, то нашли решение этой загадки. Сначала вы берете зайца и перевозите его на другой берег. Затем возвращаетесь и забираете мешок с капустой. Перевозите его на другой берег и забираете зайца обратно. Вернувшись, высаживаете зайца и берете с собой волка. Отвозите его на другой берег и оставляете с мешком капусты. Он все равно ее не ест. Затем возвращаетесь за оставшимся зайцем и перевозите его. Номер 9. Вас похитили и заперли в комнате, оставив только один гамбургер и ведро. Ваши похитители в данный момент спят, и у вас есть возможность сбежать. Перед вами четыре двери. Все они в конечном итоге могут вывести вас на свободу. Но за каждой сначала вас ждет смертельное препятствие. За первой дверью пожар. Вы бы без труда смогли справиться с ним с помощью огнетушителя, но у вас его нет. В противном случае, выйдя в эту дверь, вы попросту сгорите. За второй дверью вас ждет дикое племя, которое убивает каждого незнакомца. За третьей дверью вас ждет дикий медведь. За четвертой дверью глубокий водоем, в котором находится несколько голодных крокодилов. Какую дверь вам выбрать, чтобы спастись? Итак, для того, чтобы выбраться на свободу, вам нужно применить смекалку. Сначала необходимо отвлечь крокодилов с помощью гамбургера. Пока они будут бороться за добычу между собой, вы сможете набрать в ведро воды, затушить с помощью нее пожар за первой дверью и выбраться на свободу. Номер 10. Посмотрите на эти комнаты и скажите, в какой из них живет ведьма. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Не забудьте написать в комментариях, на сколько загадок вы ответили верно. Также заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. И, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом. Субтитры подогнал «Симон»!